Короче, дела обстоят так. В предыдущей серии Эдуардо Перециано оставил мне записку, где сказал то, что я должен найти место, помеченное красным крестом. И в этом месте будет что-то закопано. Я нашел это место, но оказалось оно не в Майнкрафте должно быть, а в реальной жизни. Поэтому я собрался наконец-то, и прямо сейчас, посередине ночи, я иду на улицу искать красный крест. И я надеюсь, что я смогу там что-то найти, что поможет мне избавиться от Эдуардо Перециано. Катюх, надевай колготоны! Катюх, надевай колготоны, ты со мной пойдешь. Пошли. Я иду уже. Давай, давай. Я иду. Бери лопату. Я сладко. Это, конечно, не красный крест. Ладно, пошли. Ищи красный крест. А есть ли там бомба? Да он тупой, он не сможет так сделать. Кажется, менты едут. Давай быстрее. Лопатка пригодилась. Не знаю, чья это, но мы ее уберем. Бери шляпу, убегаем отсюда. Это его шляпа. Чья его? Это он перетянутся. Серьезно? Да, это его шляпа. Это его шляпа? Его шляпа, покрасилась даже не может. Записка. Конец близок. Я иду. Пошли. Нашел шапку Эдуарда Перетяна. Нашел записку Эдуарда Перетяна. И мне кажется, Эдуарда Перетяна идет по мою шею, голову и все остальные другие части моего тела. Поэтому, кстати, ну все же Новый год, все же у нас должно быть хотя бы какое-то минимальное новогоднее настроение. Поэтому смотрите, какой мне скин сделала моя подписчица Мия, с которой я играю в Снайпере. Мне нравится. И до конца Нового года я буду ходить в этом скине, потому что, ну новогодняя атмосфера. Полные штаны новогоднего праздника и счастья. Вот моя задача, чтобы ты запасся этим новогодним настроением и получил очумительные подарки у Деда Мороза. А моя задача на ближайшие пару серий выжить, и чтобы Эдуарда Перетяна не вломился в мой дом. Так, где, 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 где? Карточка, 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 карточка. Михалыч, Михалыч, тут у меня проблем. Михалыч, бежим к Михалычу. И мне нужно что-то с этим делать. Михалыч, я знаю, что... Здорово, здорово, всем бабзины, Геннадий Петрович, бомжарам, всем привет. Неважно, неважно, мне нужно защитить как-то свой дом. Михалыч, спаси, пожалуйста, миленький мой дорогусенький Михалыч. Мне нужны какие-то предметы, которые могут защитить мой дом. Камеры наружного наблюдения, шипы, капканы, мины, забаррикадировать окна, стекла, балкон и всё, что только можно. Михалыч, сделай, пожалуйста, мне подарочек. Я знаю то, что это не будет бесплатно. Давай я отдам тебе, ну хотя бы, ну сколько, давай 15 золотых монет. 15 золотых монет. Ты знаешь то, что мне деньги сейчас очень сильно нужны, потому что мне нужно и купить и мониторы, и машину, но в первую очередь это обезопасит меня, Катеридзе и всех остальных. Михалыч, ну ты думаешь то, что... Я зайду, ты не против, мы ещё с тобой никогда так близко не были друг с другом. Лук ел, да? Я чувствую запах изо рта. Неважно, я чуть-чуть отойду. Ты думал то, что я не знаю про твой тайный проход? Ты думал то, что я не знаю, что у тебя вот здесь под столиком что-то есть? Я тебе дал 15 золотых монет, забирай их, пожалуйста, а я заберу вот это всё. Михалыч, ты мой брат. Спасибо большое. Я знал то, что у тебя здесь в запасе есть много-много-много-много всего интересного. Так, а что можно выложить? Подождите, давайте вот это выложим, давайте возьмём вот это. Это камеры на блютузе, камеры на вайфае, камеры на интернете. Михалыч, мне кажется, одну камеру можно даже тебе запиндюлить. Опа, бросили одну камеру в Михалыча. Кто не знает, как это работает? Сейчас, подождите. Одна камера у Михалыча, другая камера у Бабы Зины, третья камера у Геннадия Петровича, четвёртая камера у Бомжары будет. Пятую камеру, кому бы пятую камеру засандалить? Давайте Арсению Гончику. Арсений Гончик, сюда, держи. Не сломай там ничего. И бежим к контрабандюганам, им тоже нужно одну камеру отдать. Ещё можно Костянчику, естественно, с Костянчиком нужно ещё поздороваться и камеру ему отдать, потому что Костян всё видит, что происходит в этом городе. Но увидеть то, как Эдуарду Перетяна... Чё, чё, про... Чё? Тап, чё? Мне вообще не до тебя сейчас. Но увидеть то, как Эдуарду Перетяна подкрадывается сзади спины Костянчика, мне кажется, он 100% не сможет увидеть. Ты чё там... Ой-ой-ой, подожди, 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 подожди. Как лагает, как... Костянчик, лови камеру. Опа. Так, всё, я вижу, я вижу одну... Подождите, а почему... Алё, а почему остальные камеры не работают? Почему только камера Костянчика работает? Да шо ж это такое? Геннадий Петрович, сейчас подождите, я вам ещё одну камеру за сандалию... Держите, Геннадий Петрович, держите. Так, так, одна камера есть, а как переключать? Так, первая камера... Да в смысле, почему только одна камера работает? Алё! Бабзин, и ты тоже держи. Всё есть, всё работает. Одна камера, вторая камера, в принципе, нигде Эдуарду Перетяна нет. Ну, конечно, я, потому что я возле камер нахожусь, поэтому Эдуарду Перетяну нет. Мне нужно как-то обезопасить свой дом. Я не знаю, что мне делать. У меня есть шипы, у меня есть, в принципе, много всего интересного. И мне нужно сейчас действительно как-то обезопасить свой дом. Потому что Эдуарду Перетяну, как вы все можете заметить, по той находке, которую я нашёл в начале серии, Эдуарду Перетяну может вернуться в любой момент. Так, здесь у нас будет проход. Это мы можем выложить. Забаррикадировать, в первую очередь, окна, двери, всё, что только возможно. Окно в туалет. Эдуарду Перетяну настолько коварен, что он даже вот туда может забраться. Балкон, балкон, балкон. Всё нормально. С этой стороны... Да, дайте мне залезть, пожалуйста. Балкон, балкон. И вот сюда балкон. И с этой стороны также мы ещё с вами быстренько забаррикадируем, чтобы Эдуарду Перетяну вообще никакого прохода не смог найти. Вот так вот, всё. Фух. Дальше, что у нас ещё есть? Ограждение. Ограждение, ограждение. Дорога под ремонтом, пожалуйста. Никто сюда не должен входить. Здесь произошёл криминал. Ну, или произойдёт в ближайшие дни, если Эдуарду Перетяну всё же действительно выполнит... Если Эдуарду Перетяну действительно сдержит своё обещание и всё же придёт сюда. Камеры, камеры наружного наблюдения. Дайте мне пройти, я сам забыл, потому что здесь шипы. Так, камера, 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 камера. Одна камера у нас будет стоять где-то вот здесь. Другая камера вот на этом углу, чтобы я всё мог наблюдать, чтобы я всё смог мониторить. Третью камеру вот сюда. И четвёртую камеру на противоположную часть улицы, вот сюда. В принципе, всё. Так, сейчас дайте я зайду домой, ещё вот сюда камеру установлю. И сюда. Всё, если Эдуарду Перетяну... Перчик! Перчик! И, конечно, ещё камеру вот сюда, чтобы с Перчиком ничего не случилось. Если что, ты знаешь, какую часть тела нужно откусить тому, кто ворвётся в наш дом. У Эдуарда Перетяну ты вообще всё можешь откусить, на самом деле. Не только одну часть его тела. Так, всё! Всё! Есть ещё мина, но я не знаю, как мина работает. В принципе, я могу поставить сюда куда-то мину. Но я боюсь... А, как мина работает? То есть, насколько близко нужно подойти, чтобы она взорвалась. То есть, если вот так, то всё нормально, да? То есть, так она не взорвётся. Если Эдуарда Перетяну... Слишком близко подошёл. Ай! Так, всё! Я понял! Всё взорвалось! Всё взорвалось! Сюда одну мину и сюда одну мину. Так, главное опять близко не подходить. Близко подойду. Опять всё взлетит на воздух. И вот сюда мину. Всё? Прекрасно! Что у меня... Капкан! У меня ещё капканы остались. Один капкан можно сюда, один сюда, один вот здесь возле дома поставить. Один сюда и один сюда. Ещё три капкана. Вот так возле мины. Всё, на мне он, конечно же, не работает. Прекрасно! Камера! Фух! Опа! Почему камеры больше не работают? Или батарея села, или кто-то их там уже выключил. Ладно, вот эти работы, те, которые я дал Бабе... К Зине, Геннадию Петровичу и Костянчику, перестали работать. Так, самое главное всё. Дом я свой хотя бы немножко обезопасил. Перчик? Окна забаррикадированы. Всё. Самое главное, что я забыл. Я до серии немножко перестроил своё бомбоубежище, свой подвал, где я храню различные свои секреты. Поэтому я прямо сейчас... У меня есть дерево. Дерево, быстренько, быстренько, конечно же, у меня есть дерево. Дерево ставим сюда. И делаем хотя бы один или два сундучка. Быстренько, быстренько, быстренько. Времени на самом деле вообще нет. Я не знаю, когда он придёт. Эдуардо перетя на этот. Он в любой момент может вернуться. Вот сюда. Всё. Открываем люк. Здесь нужно сесть. Вот так близко подойти. Нажать на стул. С этого стула пересесть на вот этот стул. Всё прекрасно. Здесь я выкопаю сейчас ещё небольшую такую ямку. Оставлю здесь сундук. И выложу сюда все свои монеты. Потому что если этот очкастый пенсионер надумает меня ограбить, он не сразу сможет найти вот это место. Я вообще надеюсь, что вообще не сможет его найти. Потом нужно залезть вот сюда на этот блок, нажать на стул, слезть с него и закрыть люк. Всё. Ноги горели мне под видосами жизни ютубера. То, что мол, Ладисон, ты забыл, где находятся твой секретный люк и твой секретный подвал. Я ничего не забыл, ребята. Я всё помню. Фух. Ну всё. Осталось молиться, чтобы никто не сможет пробраться в мой дом. Да, в принципе, как кто вообще сможет сюда пробраться в мой дом? Ха! Никто! Кто вообще сможет через такую защиту пройти? Да тем более тут ещё и перчик, камеры. Да он не сможет сделать какой-то бунт во всём городе ютуберов. Он ничего не сможет натворить. Он сам, а здесь много всяких людей и моих друзей, Михалыч в том числе. Вот. Кто там? Кто? Кать, не открывай дверь, пожалуйста. Кать, не открывай дверь, пускай звонят в эту дверь. Кто там? Привет. Привет. Кто звонит в дверь? Там, вручий, мужик какой-то очень сильно похож на тебя. В смысле мужик сильно похож на... Он сказал, что Питя не бросит. Питя не бросил? Я просил дверь не открывать. Кать, это Эдуардо Перетяну, мать! Моя женщина! Моя женщина! Моя женщина! Продолжение следует...